Международный турнир по боксу В Балхаше официально открылся купальный сезон. По словам специалистов водоспасательной службы, температура воды в озере сейчас безопасна для купания. Напомним, в прошлом году в районе озера утонули 11 человек. Большинство занимались рыбалкой. Еще один человек прыгнул в озеро без спасательного жилета на лодке. А в декабре девочка-подросток погибла, провалившись под лед. И еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их тела не найдены. Спасательное отделение готово к купальному сезону. 13 человек и 4 железные лодки со всем оборудованием готовы. Водолазы обеспечены снаряжением. В настоящее время в запретных местах на территории озера установлено около 15 запрещающих знаков. Проводятся ежедневные рейды. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ЧАЭС были обнаружены дети, оставшиеся без присмотра родителей на берегу озера. Начиная с этих выходных, родителям безнадзорных подростков будет налагаться штраф в размере с 7 МРП. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте своих детей без присмотра и купайтесь в специально разрешенных местах, не запрещенных на территории озера. В случае несоблюдения правил безопасности на воде, нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям «Нарушение правил общественного водопользования» и «Нарушение или несоблюдение правил безопасности на водных объектах». Поэтому, уважаемые жители и гости города Балхаш, отправляясь в район озера, просим купаться в специально отведенных для этого местах. Очень опасны несанкционированные места, такие как водонасосные станции Балхаш-Су, территория ТЭЦ и места проживания лодок и плотин Балхаш-Рыбы, дно которых не проверено. Могут быть арматуры, отходы бетона. Поэтому мы просим вас не купаться в этих местах. Книги, беседы и чаепития. Книжный клуб Ридми провел очередную встречу с читателями. В ней приняли участие представители медной компании «Коунрад», которые оказали спонсорскую поддержку недавно созданному клубу. Его основателем является 29-летняя Айгерем Амангали. Любовь к чтению у нее с детства. После переезда в Балхаш она захотела найти таких же любителей книг, как и сама. Часто посещала библиотеку имени Сакена Сейфулина и участвовала во встречах с читателями. Тогда у нее возникла идея создать собственный клуб, в котором могли бы состоять все желающие. Сегодня наша шестая встреча. Так получилось, что вот уже полгода наш книжный клуб активно ведет свою деятельность. За это время мы прочитали успешно более десяти книг из разных жанров. Также помимо наших книжных встреч мы проводим игровые встречи. Мы играем в настольные игры, как я уже сказала, интеллектуальные и не очень интеллектуальные. Вот, у нас весело, интересно. Сегодня проходит наша шестая по счету встреча книжного клуба. Мы действуем активно с января месяца. И на нашу юбилейную встречу сегодня наши спонсоры предоставили нам материальную поддержку в качестве именных кружек необходимых для участников клуба, а также большого термопота, для того, чтобы мы комфортно могли проводить наши посиделки за чаепитим. Ну и книги для буккроссинга в количестве 35 книг в разных жанрах на трех языках, включая казахский, русский и английский языки. Вообще наш клуб насчитывает на данный момент более 60 участников, а в январе нас было чуть больше 40. С момента основания книжного клуба прошло уже полгода. За это время участники прочитали более 20 книг различных жанров. Встречи книжного клуба проходят ежемесячно. Перед каждой участники выбирают одну главную книгу месяца, которую каждый из них обязательно должен прочитать. Кроме того, выбираются еще две дополнительные книги. Это позволяет привлечь больше активных участников. Помимо чтения, участники клуба часто собираются на пикники и прогулки, чтобы обсудить прочитанные книги и не только. Я состою в клубе с самого открытия уже полгода. Мы только как узнали, что он открылся вообще, мы вот с Ириной дружим и обсуждаем часто книги, потому что больше не с кем было обсуждать именно вот так вот, чтобы онлайн. И когда мы узнали, что открылся книжный клуб, мы сразу же туда вступили. Ни разу об этом не пожалели, потому что мы нашли новых друзей. Ну и самое главное, что мы все общаемся на одну тему, нам очень интересно. И встречи такие бывают у нас, настольные игры, мы развлекаемся, допустим. То есть она так скрашивает вот этот быт наш, вообще монотонный. Так вот у всех работа, все рабочие, все работают в разных абсолютно организациях, и нам этим даже еще интереснее. В книжном клубе могут участвовать абсолютно все. Самый юный возраст участников – 12 лет, самому старшему – 68. С наступлением лета участники планируют чаще устраивать пикники, выбираться на природу и расширять свой литературный кругозор. Алина Мохамбетова, Илья Кожухин, Оркен Медиа. В Балхаше проходит международный турнир по боксу, посвященный памяти Тилеу Грея Маканалина, заслуженного спортивного деятеля Республики Казахстан, президента Федерации бокса Балхаша. В торжественной церемонии открытия турнира, который проводится уже второй год, приняли участие глава города Сапар Сатаев, президент Федерации бокса Карагандинской области Самат Адхам и родственники Тилеу Грея Маканалина. Всего в соревнованиях принимают участие 15 команд. Это 15-16-летние юноши из Таджикистана, Узбекистана и ряда областей страны. Кастанайской, Североказахстанской, Абайской, Актюбинской, Павладарской, Мангастауской и Карагандинской областей, Чимкента и Алматы. Соревнования судят более 10 международных судей. Я впервые приехал в Балхаш. Я очень доволен. Турнир проходит на высоком уровне. Спасибо организаторам. Здесь собрались команды из разных стран. Всем удачи. Мансур Мурадбеков – один из молодых спортсменов, приехавший на соревнования по боксу из Восточно-Казахстанской области. Спортсмен из Усть-Каменогорска начал свой первый поединок со спортсменом из Карагандинской области. Он выступил с весом 54 килограмма и с явным преимуществом победил соперника в квадрате. Первый день соревнований прошел хорошо. Считаю, что реализовал ту тактику, которую задали мои тренеры. Мы готовимся к следующей встрече. Я посещаю Балхаш впервые. Команда из пяти детей приехали из Восточно-Казахстанской области. Подготовка у нас отличная. После первой встречи возникла небольшая трудность. Удачи моим соперникам. Я желаю только победы. Спортивные соревнования продлятся до 8 июня в Балхашском городском спортивном клубе. Завтра, 6 июня в 12.00 пройдут четвертьфиналы, 7 июня полуфиналы, а 8 июня финал. Лето. Любимое многими время года. Наконец-то заканчиваются холода и начинаются каникулы. Летом можно радоваться солнцу и теплым дням, отправляться в далекие путешествия и походы. Особенно прекрасно летом природа. Поспевают ягоды, расцветают самые удивительные цветы. И только летом оживают реки и озера. Однако понятно, что ежегодный летний отпуск каждый планирует по своим средствам и бюджету. Как проведут это лето наши земляки? Узнаем в рубрике «Опрос». Озеро. Лето. Отдых. С детьми, с семьей. Планы уже были, выполнили. В Бурабасе ездили. Классно было. С подругой. Работа. Только работа. И отдых по выходным. Пока таких планов больших на этот год нет. Только работа и отдых. Нет, в этом году не планирую. Нет, немножко дорого все. Наверное, только на следующий год. Подкоплю денег. Я приехал только недавно сюда. Просто походить по городу, если честно. На озере, да. На озере побыл сегодня только. Очень понравилось. Последний раз был много лет назад. Хочу семью сюда привезти, чтобы они посмотрели. Потому что я изначальник Балхаша. Надеюсь, им понравится. А так, таких планов нет. Просто наслаждаться городом. Пообщаться со своими детьми, внуками, которые живут очень далеко. И впервые за несколько лет, многих лет, приехали в Балхаш, в свой родной любимый город. На озеро хотим. В Баул хотим. Погулять с бабушкой, детушкой. Погулять с бабушкой, детушкой.